Всем привет! Это седьмой урок по исполнителю черепашка на языке луа. Сегодня я расскажу, как узнать координаты и угол, на который повернута своей мордочкой текущая черепашка. Текущая это значит последняя активная черепашка. Так, ну с этой функцией по SN вы уже знакомы по предыдущим урокам. Если мы в скобочках указываем координаты, то она туда телепортирует, на этом поле нашей черепашки, туда по этим координатам x и y, значит по горизонтальной координате и по вертикальной, телепортирует нашу черепашку. Если же мы вызываем функцию по SN без аргументов, вот так по SN, скобка-скобка, то эта функция возвращает два значения. Координату по x и координату по y. А координату по x, это значит по горизонтали и по y по вертикали. Ну давайте попробуем. Вот у меня есть заготовочка. Это закомментированные строчки, не смотрим. Помните, что когда мы запускаем нашу черепашку, она всегда у нас стартует с координаты с центра. Вот здесь она у нас где-то должна появиться. И мордочкой она смотрит направо. Запускаем. Не видим нашу черепашку, но печать выдает, потому что мы ей не сказали ничего рисовать, в консоль выдается координаты 0,0. Давайте, чтобы черепашка наша была видна, давайте мы скажем ей, пройди 10 шажков. Куда она пройдет? Вы помните, мордочка, она вправо смотрит. Вот мы видим, что она что-то нарисовала. И действительно, у нас координата уже не 0,0, так как она 10 шагов вправо прошла, а 10,0. А что будет, если мы ее развернем вправо на 90 градусов? Она будет мордочкой вниз смотреть. Какие координаты здесь появятся? Вот подумайте. Она будет мордочкой смотреть. Значит, вниз. Значит, координата x не изменится, а здесь должна появиться десятка. Так. Ну, у нас, вот поверьте мне, что это очень маленькое число, которое равно 0. Так, ну, с такими числами мы, надеюсь, не часто будем сталкиваться. Это математика. Не будем касаться этой математики. Так. Извиваемся от отрицательных координат на поле. Ну, действительно, когда у нас начало координат в левом верхнем углу, как в большинстве языков программирования, и в графических библиотеках, нет отрицательной шкалы. Есть только значение от 0 до 455 по горизонтали, и от 0 до 450 по вертикали. Кстати, если вы решаете какие-нибудь задачки, вы можете тоже перемещать, если вы путаетесь в этих координатах, в отрицательных и так далее, просто давайте с помощью вот этой команды, про которую я тоже на предыдущем уроке на одном из рассказывал, с помощью функции 0.0.0 переместим сначала координат в левый верхний угол. Так, у меня в заготовочке где-то уже было. Так, запускаем. Видим, что здесь черепашка у нас теперь стартанула, появилась. Но она появляется не в центре экрана вообще-то, а она появляется по координатам 0.0. Теперь благодаря этой команды 0.0.0 у нас координаты 0.0 в левом верхнем углу. А давайте, если я сделаю координаты, хотя я про это уже в уроке, наверное, другом говорил. Так, я сделал начальные координаты 10.10. Но вот здесь, наверное, видно, правда плохо видно, потому что мы не видим, где кончаются, где границы поля. Ага, ну вот здесь вот я вижу, примерно вот так. 10 пикселей по горизонтали, 10 по вертикали отступили, и вот здесь появилась наша черепашка и прошла 10 шагов вниз. Ну все отлично. Только я возвращаю, пусть она у нас 0.0 от нуля. Все отлично. Так, давайте дальше идем. Мы облегчили себе работу. Дальше будет легче вычисление производить и сравнение координат черепашки, потому что отрицательные числа, по-моему, с 5-го класса или с 6-го в школах российских проходит. Так. Дальше. Полезная такая функция, как узнать текущий угол поворота черепашки. Вы мне скажете, постойте, мы знаем, что черепашка у нас всегда стартует повернутая мордочкой направо. И мы можем это запомнить и где-то в какой-то переменной хранить этот угол. Да, все отлично. Но что будет, если мы нашу черепашку переместим? Вот смотрите. Черепашка появилась, а тут мы командой RAND. Только мы не хотим создавать вторую черепашку, а мы укажем RAND. Не создавай черепашку, а возьми первую черепашку и телепортируй ее в случайное место на нашем экране. Так, мы ее телепортировали. Только я не вижу, где она у нас тут получилась. Давайте запущу еще несколько раз. Пока не... А, ну, нет, ничего не вижу. Извините. Интересно, куда она ее телепортирует. Так, ладно. Дальше возвращаем. Что за RAND? После того, как наша черепашка появляется в случайном месте, она еще появляется мордочкой в любую сторону. Например, повернутая мордочкой на 15 градусов вправо. Или на 30 градусов влево. Вы этого не знаете. По прошлым урокам вы помните, что черепашка может появиться любого цвета и развернутой мордочкой в любую сторону. Так вот, как же нам узнать тот угол, на который повернута наша черепашка? Для этого есть вот такая команда. Она выглядит сложно, но зато очень похожа на настоящий язык уже программирования какой-то. Так. Создаем переменную LOCAL UGOL и присваиваем значение. Значение возвращает вот эта вот функция. TORTAL 1. Если речь идет о черепашке номер 1. В нашем проекте мы никаких черепашек не создавали. Вы помните, что по умолчанию у нас всегда есть одна черепашка. Вот. Поэтому, если мы хотим у второй черепашки узнать угол, куда она повернута своей мордочкой, по умолчанию она повернута мордочкой вправо. Значит, у нас это значение угла, если должно быть равно нулю. Давайте проверим. Так. PRINT. Я не буду угол писать. Напишу U. ТORTAL. Это я... говорю, что речь идет о первой черепашке и здесь должны ANGLE. ANGLE это угол по-английски. Так. Ну, давайте напечатаем теперь это. U. Наш. Должен быть нолик. Да, вот он ноль. Значит, черепашка появилась и она мордочкой ноль. Мордочкой смотрит справа. Далее. Давайте повторим вот эти строчки после того, как мы телепортировали нашу черепашку с помощью функции RAND. Мы видим 133. Давайте запустим, перезапустим. 347. 30. Вы понимаете, что после этой команды наша черепашка телепортируется в любое случайное место. А, ну и случайное место как раз определяется координатами XY. Еще и случайный угол. Так. С этим вроде бы понятно. Теперь. А. Для чего это нужно? Например. Появилась случайная черепашка. Но вас просят заставить эту черепашку нарисовать ровно вертикальную линию вверх. Вы не знаете угол, на который сейчас повернута черепашка. Поэтому вы не можете вычислить, насколько нужно вашей черепашке повернуться влево или повернуться вашей черепашке вправо, чтобы строго смотреть мордочкой вверх, чтобы начертить эту линию, которую вас просят начать вверх. Но сейчас будет, наверное, понятнее. Так. Перед вами программа. Давайте. Она у меня уже есть. Здесь проект. Все вы умеете рисовать квадрат. Эта программа рисует квадрат. Сюда пока не смотрим. Давайте даже вот так. Ладно, не будем трогать. Цикл от 1 до 4. У нас 4 сторонного квадратика есть. Идем вперед на 100 шажков. Поворачиваемся направо. И вот 4 раза повторяем. Давайте запустим. Так. Здесь минус пропущен. Запускаем. Отлично. Квадрат нарисовался. Что же мы видим на экране? Как же я так напечатал координаты нашей черепашки чудесной? Я сделал для себя функцию, чтобы не повторять вот эти вот команды получения координат черепашки, получения угла черепашки. Я просто написал функцию. Я не люблю много писать. Повторять одни и те же строчки. Поэтому я создал функцию. Function назвал P. От слова напечатай. И здесь печатаю координаты XY нашей черепашки и ее угол. Так. Функция есть. Здесь я ее теперь вызываю. Перед рисованием каждого из наших четырех ребер я прошу напечатай мне координаты нашей черепашки. После того, как мы создали, запустили наш проект, помните, черепашка появляется в координатах по координатам 0,0. Ну да, вот нам пишет уже перед рисованием первой грани черепашка стоит по координатам 0,0. А угол, куда она повернута, она у нас повернута мордочкой вправо. Давайте посмотрим. Вот. Вправо это 0. Окей. Дальше рисуем рисуем следующую грань. Точнее, не следующую грань, первую грань. Мув 100. Вот у нас черепашка 100 шажков сделала. Повернулись направо. И теперь у нас идет уже следующий цикл. Мы теперь опять печатаем. Черепашка у нас здесь стоит и смотрит мордочкой вниз. Итак, координаты 100,0. Правильно, здесь 100. А по вертикали 0. и смотрит угол 90 вниз. Правильно, она развернута вниз. Ну и так далее. Это иногда для отладки, для поиска ошибок. Если у вас не получается какая-то фигура сложная, вы можете напечатать в те или иные моменты, куда у вас смотрит черепашка, угол, по крайней мере. И сравнить. Угол остался тот же или изменился. Как же у нас развернуть случайную черепашку в нужном направлении? Можно запомнить, можно записать. Итак, если мы пишем вот такую команду turtle в скобочках единицы, это значит для первой черепашки точка angle присвоить 270, то черепашка развернется мордочкой вверх. Angle присвоить 0, будет вправо смотреть мордочкой, 90 будет смотреть вниз и будет смотреть влево, если там будет 180. Давайте теперь попробуем наш ... Здесь у нас все отлично рисовалось, а давайте теперь поставим такую вещь. Телепортируем нашу черепашку и вернем ее в рент первое. Телепортирую в случайное место и поверни мордочкой в любую сторону нашу черепашку. Запустили. Так, ну давайте я еще раз запущу. Куда там все влетело. Ну, в любом случае вы видите, что наш квадрат смотрит не... но он не расположен параллельно земле, параллельно горизонту. Что сделать, чтобы наша черепашка, попавшая в случайное место, чтобы она смотрела мордочкой вверх. Вот как раз мы для этого и применим вот эти команды. Так, после того, как мы ее телепортировали, мы нашу черепашку развернем вверх. Единицу это значит первая черепашка. Англ присвоить. мы занесем в ее угол уже жесткий угол поворота на... чтобы она мордочкой смотрела вверх. Ну, можно написать либо минус 90, либо 270, что совершенно одно и то же в данном случае, потому что у нас... потому что смотрите предыдущие уроки. Вот почему. Так, давайте запускаю, пока черепашка не появится. что-то я не вижу наше... Вот, появилась черепашка и вы видите... Кстати, почему черепашка не появлялась? Вот этот вот RAND, он хорошо работает только если мы координаты... видите, перенесение координат в левый верхний угол оно немножко смутило работу вот этой вот функции RAND. RAND корректно работает, чтобы всегда черепашка была где-то на экранчике, только если у нас не вызвана эта команда. Но это не должно вас смущать. Так, вы главное видите, что черепашка начинает рисовать вертикально наш квадрат и возвращается и получает тот же самый угол. А давайте мы попробуем, чтобы у нас всегда квадрат был повернут на 45 градусов. Так, как ромбик должен получиться. А вот уже видно. Да, у нас всегда рисуется ромб. И он всегда на 45 градусов повернут. Но теперь-то вы поняли, что мы телепортировали нашу черепашку случайно или любую взяли черепашку, у которой мы не знаем, куда повернута она мордочкой. Но мы хотим, чтобы развернуть ее в определенную сторону. Пользуемся вот такой командой. Turtle в скобочках номер черепашки. В данном случае у нас одна черепаха, значит один angle угол и присваиваем ей желаемый угол смотреть ей мордочкой. Так, что у нас дальше. Ну, как телепортировать черепашку, я уже, наверное, рассказывал. Мы рентом сейчас телепортируем и видите, стрелочкой показано, что если мы вызываем эту команду, наша черепашка может появиться где угодно. Здесь, 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 да где угодно. Она может даже за экраном появиться, если мы координаты сместили вот так сюда. А если мы вызываем команду по SN 100 250, то черепашка, если она здесь стояла, или не важно где, она телепортируется конкретно вот сюда. Точнее, вот сюда. Просто стрелочка сместилась. Так, пусть черепашка всегда будет на своем поле. вот теперь мы добрались до нашей задачи. давайте эту печать так, что я хочу сделать так, чтобы черепашка у нас начала рисовать из координаты 0,0 и рисовала бесконечную линию своими шажочками вправо, чтобы она уходила все время вправо, вправо, вправо. Рисовать будем в цикле. так, здесь наверное ничего не надо. Циклам я тоже привычный, вам воспользуюсь от 1 допустим до 10 тысяч. делай иди на 5 шажков жди 0. некоторые пишут запятой, нет, не надо. запятая это будет следующий аргумент для нашей функции. Она нужна одно число. пишем 0.01 и не забудьте в конце цикла написать End. Нажимаю Ctrl-I видите, как выправилось форматирование. Давайте посмотрим, что-нибудь у нас получится. Да, вот наша черепашка начинает рисовать со своего начального места линию. И она убегает, 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 за экран очень далеко убегает. Она все еще убегает, мы этого не видим. Кстати, как узнать, убегает ли она или нет. А давайте напечатаем ее координаты. Print. Помните, как координаты мы только что по S, End. Сейчас я ни в какую переменную не присваиваю, я просто буду печатать эти координаты. Они после того, как выполнится функция Print, они как бы никуда не присваиваются. Нам нужно только на экран выводить. Запустили, черепашка уже вышла за края экрана, и вот мы видим, что числа, ее координаты растет, растет, она все движется и движется и движется и будет она расти, пока у нас цикл конца здесь не закончится. Так вот, наша задача сейчас, пусть черепашка всегда будет на своем поле. Первое задание, что мы сделаем для нашей черепашки, не даем черепашке уйти за правый край поля. И тут подсказочка, воспользуемся условием. По-русски, если сказать, алгоритм, что черепашка вышла за край экрана или нет, помните у нас, какой размер у этого поля. Так как мы сместили координаты нулевые у нас 0,0 в левом верхнем углу, я напоминаю, что ширина у нас по умолчанию 450, высота 450, шажков черепашки и точек. Мы можем размеры, конечно, увеличить. Помните, команда тоже про нее говорил. Size, например, 300, можно вот так, 300, у нас будет и в ширину, и в высоту 300. Нет, не получилось. Давайте, допишем 300 в ширину и 300 в высоту. Получилось. Поле стало поменьше, конечно, но зато вот эта вот координата. Кстати, смотрите, у нас черепашка опять из центра начала появляться. А это все потому, что 0 нужно вызывать после того, как мы создали поле. Смотрите, вот сейчас она опять слева верхнего угла. Итак, у нас размеры 300 остались. Так, давайте этот размер я уберу, чтобы у нас поле было 450 на 450. Еще раз давайте запущу, смотрю, да, вот черепашка вверху, все отлично. Так, что нам нужно сделать? Не даем черепашке идти за правый край поля. Так, ну ладно, мы тогда вот, что будем делать. Иф так, а здесь нам вот эти вот координаты потребуются. Local x и дык. Извините, что урок получается долгий, но в любом случае короче, чем лекция, на самом деле. И я постараюсь подробно объяснять. Так, вот в этой строчке мы возьмем координаты нашей черепашки. Далее двигаемся на 5, ждем и повторяем. Так, координаты давайте напечатаем. Print x. Будем печатать только координату по x. Вот у нас видно, что черепашка уползла за правый край экрана, а координаты все двигаются. Так, что же сделать? Давайте условия. Какой алгоритм? Если черепашка, точнее вот как. У нас есть команда для нее. Иди вперед на 5 шажков. Вот давайте эту команду будем выполнять только если у нас координата x меньше правой границы экрана. Помните сколько шажков в ширину наше поле? 450. Если x меньше 450, тогда тогда идем вправо. Давайте запустим. и смотрим. Вот черепашка видно, что она замерла здесь. И у нас повторяется цикл-то у нас крутится, пока не добрались до 10 тысяч, а координата остается неизменной. Давайте сделаем так. Немножко по другому условию сделаем. Давайте будем двигать нашу черепашку все равно первой командой. Посмотрите, что-нибудь изменится. Черепашка начала улетать, потому что за край экрана и она не останавливается. Что же произошло? А это условие срабатывает когда x меньше 450, но ничего не происходит, потому что внутри я строчку убрал. Давайте сделаем так. Если x больше 450, что мы можем сделать с нашей черепашкой? А давайте мы ее вернем просто в начало. Как выигрывать в начало? OSN позиция черепашки 0,0 и смотрим за нашей черепашкой. Отлично. И видим, как цифры повторяются ряд чисел. Черепашка доходит, срабатывает это условие, когда у нас x нашей черепашки больше 455 и срабатывает один раз вот эта команда. Черепашка телепортнулась. У нее уже при следующем вызове цикла здесь уже координата вернется равная нулю и она начнет дальше двигаться. Так, а давайте сделаем что-нибудь повеселее, чем этот OSN. Давайте я его закомментирую. Давайте мы сделаем нашу черепашку случайной. RENT 1. Пусть она не в начале появляется, а где-то непонятно где. Так. Ох, какие страшные. давайте еще раз попробуем. Так, черепашка появилась. Давай еще раз пробуем. Видите, случайные числа, они нашу черепашку вот наконец-то что-то появилось. И даже видно, что черепашка уже мордочкой немножко вправо была направлена. Так, а давайте сделаем умнее. Не будем просто так черепашку нашу. Так, у меня есть здесь подсказка по командам. Вот, есть такая функция RENT. Я про нее уже говорил. Так, я возвращаюсь назад, потому что мы эту задачу мы решили, кстати, не даем черепашке уйти за правый край. Ладно, про RENT пока не будем говорить. Следующая задача. Не даем черепашке уйти за правый край и за левый край. Ну, ладно. Так, мы ее возвращаем, например, на начало. А как не давать нашей черепашке уйти за левый край? Левый край, координаты левого края запускаем. вот эти координаты. Помните, 0? Здесь 450, здесь 0. Здесь мы сравнение больше 450, тогда мы возвращаем на 0. Давайте. А если меньше 0, если вдруг она вышла за левый край, тогда мы ее телепортируем. Давайте здесь тоже мы не на 0 будем телепортировать, а куда-нибудь например 100. и здесь мы тогда 100. И смотрим, что изменилось. Видно, что черепашка когда выходит сейчас срабатывает вот это условие. Видно, когда черепашка выходит за правый край экрана, она появляется на координате 100, 0. Так, и черепашка у нас не ходит влево, поэтому вот это условие никогда не срабатывает. Давайте теперь вместо того, чтобы она у нас позицию свою куда-то меняла, мы ее развернем, чтобы она пятилась назад. Как ее развернуть? На 180 градусов надо развернуть. Турн 180. Развернулась, пошла назад и начала здесь зациклилась. Что происходит? Она дошла до 450. Мы ее развернули назад. Вы видели, вначале она развернулась назад и пошла влево. Пошла, пошла, пошла влево. Это уже условие не срабатывает и вдруг сработало вот это условие, когда она зашла за эту границу, где у нас x меньше 0. И тут мы такую команду на срабатывание условия поставили внутри if телепортируем нашу черепашку на 100 0. Вот она здесь телепортирует. А давайте мы нашей черепашке опять развернем на 180 50 перезапускаем вправо влево вправо влево отлично уже похоже на какого-то игрового монстра вы наверное в некоторых играх видели что какой-нибудь злодей бегает влево вправо от одной стены до другой влево вправо так а что теперь будет если мы нашу черепашку после того как мы ее создали давайте мы ей угол зададим начальный она у нас сейчас мордой вправо смотрит да а мы ее немножечко вниз развернем значит вправо развернем ну допустим пусть на 15 градусов и смотрите что наша черепашка отлично она все так же возвращается туда-обратно потому что мы сравниваем ее координаты x как бы она не смотрела вниз а x у нее все равно меняется видите так ну давайте мы ее развернем например на 150 так ну здесь да больше 90 не надо ну 55 так мы ее уже не видим но тем не менее она где-то вот здесь доходит до края экрана ну по крайней мере не края экрана а по координате x так ну мне нравится что у нас получилось следующее задание так это пока пропускаем повторите проверку на выход черепахи сверху и снизу все просто сделать вот у нас уже есть наши есть уже наши условия для координаты x мы их просто скопируем и вставим как проверку для координаты y y y отлично ну давайте проверим так ну видно что она уже у нас и не уходит здесь давайте поменьше угол сделаем допустим 15 так ну все отлично вроде бы мы простыми очень простыми командами добились чего хотели кстати все вот это вот можно сократить сократить вот так я сложное составное условие напишу если x а нет вот так or у меня тоже посмотрите у меня есть урок про условия я сейчас напишу и объясню все так вот такое у нас условие если x больше 400 так вот этому удаляем чтобы читался и если x больше 450 или x меньше нуля или y больше 450 или y меньше нуля тогда разверни черепашку назад посмотрим срабатывает да все работает как и работало отлично так ну придется вернуть назад потому что у нас следующее задание сложное и таким простым способом оно не решится так я вернул 4 условия здесь проверка на выход направо проверка выход налево здесь проверка выход вниз и проверка выход вверх так следующее задание у нас вот такое было если черепаха выходит за правый край поля то телепортируем ее слева и наоборот сейчас она у нас отражается как как мячик мечется вперед назад вперед назад а здесь мы хотим сделать так что если черепашка доходит до вот этого до этой точки то она продолжает движение уже вот сверху отсюда и пойдет по тому же направлению ну наверное теперь придется использовать поворот назад не подходит придется опять использовать поиск команду команду так для каждого условия свое свой свои будут параметры функции телепортирован черепашки итак давайте рассмотрим решать по мере поступления задачки итак если у нас x больше 450 так ну вот допустим вот наше квадратное вот это квадратное поле вот это курсор черепашка идет сюда если больше 450 то надо чтобы x стал ноликом вот здесь так что если черепашка пройдет сюда чтобы она появилась вот здесь ну отлично значит мы ее должны телепортировать в ноль помните что здесь координата x первая идет через битуем мы должны указать координату y ну хорошо координата y вот она у нас здесь есть мы ее вот здесь узнали поэтому в этой переменной текущая координата есть давайте запустим вообще видно что-нибудь у нас так развернуто нехорошо что мы не можем увидеть ладно давайте сейчас сделаем так здесь наоборот если x меньше нуля мы должны значит справа 450 здесь указать чтобы она появилась справа 450 так опять ничего не срабатывает потому что мы еще для y для проверки вверх и низ не справили давайте а вот здесь немножко наоборот если y больше 400 так во-первых мы здесь ставим x x вот мы здесь получили если y больше 450 вот она вниз наша черепашечка пытается стучаться она должна появиться вот с этой координатой а здесь по вертикали нолик вот здесь значит мы должны поставить здесь ноль так а здесь мы смотрим если y меньше нуля черепашка идет вверх вверх здесь меньше нуля то черепашка должна появиться вот здесь ставим 450 ну все все должно заработать да так что же происходит понятно что происходит эффект кстати довольно симпатичный когда черепашка доходит до нижнего края например у нас срабатывают не эти условия а у нас срабатывает вот это условие y больше 450 вот черепашка когда сюда дошла она попыталась сделать еще один шаг и уже у нее y будет больше 450 тогда срабатывает срабатывает вот эта команда телепортировать черепашку на место у которого координата x по горизонтали точно такая же как сейчас у черепашки но так как она вышла за нижнюю грань нашего поля то мы ее должны разместить вверху по координате 0 ну и так же ко всем этим остальным случаем могу сказать что ну когда я учился этому в школе мне было немножко трудно ну просто чтобы было легко берете листочек с клетчатой бумагой везде эти числа написали и все будет уже довольно просто так как заставить черепашку ходить по случайному пути ну это у нас уже конец урока у нас сейчас черепашка ходит всегда по прямой и это не интересно некрасиво я хочу чтобы черепашка как ракета по непредсказуемой траектории летела как мы можем нашу черепашку поворачивать налево и направо мы можем конечно дать команду ей поворачивай направо например единичка и посмотрим что у нас будет с черепашкой кстати какая-то интересная у нас получилась фигура забавно она пытается рисовать окружность вы уже сделали так да но так как у нас есть условия которые при выходе черепашки за край экрана они нас они депортируют сюда поэтому вот такая интересная окружность у нас получилась так ну нет все равно здесь траектория у черепашки предсказуемая она все время поворачивается направо я хочу чтобы она то направо то налево поворачивалась помните есть урок у меня про случайные числа вот здесь подсказка давайте воспользуемся такой функцией получения случайного числа у черепашки есть такая функция rent и тут тоже подсказочка вот такую конструкцию пишем если выпадет число меньше 5 из 10 смотрите когда мы вызываем функцию rent и в скобочках 10 может появиться число 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 от 0 до того числа минус 1 который мы здесь указываем представьте что вы кубик бросаете давайте даже не десятку использовать а давайте даже как вы привыкли наверное в настольные игры играли давайте там у нас от 1 до 6 если rent до 6 ну в данном случае считайте что у нас 6 грани нашего кубика там числа от 0 до 5 если меньше давайте эти 6 разделим на 2 будет 3 по теории вероятности будет выпадать либо истина либо ложь значит у нас будет либо число на нашем кубике либо меньше 3 либо больше 3 примерно в одинаковых пропорциях 50 на 50 итак если 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 кубик брошенный меньше 3 то поверни черепашку на 3 иначе ничего не происходит иначе никуда не поворачиваем черепашка идет вперед и вот мы смотрим какие-то смотрите неровные круги у нее появились как бы а ну да она у нас всегда поворачивает направо ну как-то не уверена потому что иногда случайное случайное число кубик заставляет ее повернуть еще немножечко повернуть направо ну кстати довольно симпатичная картинка получается так а давайте мы сделаем добавим else это по русски иначе значит тоже все это есть в нескольких уроках по условиям иначе мы повернем нашу черепашку в другую сторону а в другую сторону это значит минус 3 давайте даже не 3 не знаю ладно запускаем так ну уже видно что наша ракета куда-то летит целеустремленно очень случайно очень непредсказуемо и самое интересное что на экране мы видим координаты х нашей нашей черепашки нашей ракеты смотрите когда наша ракета летит бомбить наших врагов у наших врагов есть например специальная установка которая пеленгует перехватывает координаты нашей черепашки точнее ракеты если они перехватят нашу черепашку будут знать ее координаты точные вот как мы сейчас показываем мы показываем только одну координату так а можно печатать сразу координат х и у будет более точно смотрите 90 100 очень все совпадает так вот если наши враги будут знать где наша черепашка они могут примерно черепашка ну да ладно черепашка ракета они могут предсказать где она будет через следующие 5 секунд и направить на ее перехват другую ракету в принципе дальше если мы будем писать ракету игру управления ракетой сейчас у нас ракета случайно летит я хочу чтобы мы могли с клавиатурой управлять стрелочками вправо-лево или в асд знаете как в играх управляют либо вот этими кнопками управлять ракетой компьютер выпускал нам на перехват другую черепашку и мы должны будем уворачиваться от вражеской ракеты перехватчика вот уже будет похоже что-то на игру на компьютер так ну похоже что мы справились со всеми заданиями нашего урока я вам да это все последнее мы сегодня разобрали как поворачивать черепашку ровно вверх вправо-вниз-влево точнее задавать угол не поворот относительно текущего положения черепашки на определенное число градусов а именно конкретно указывать куда мы хотим чтобы черепашка смотрела в данный момент и мы узнали как как узнать текущий угол вот так и узнали как узнать координаты x и y нашей черепашки на этом я заканчиваю этот урок как я текущий угол